Здравствуйте, вещание информационного телеканала Абакан-24 продолжается. В этом часе программа Константа. Меня зовут Константин Аникин. В гостях у нас Елена Олеговна Корнева, руководитель отдела экологии и санитарного содержания территории Управления коммунального хозяйства и транспорта администрации Абакана. Елена Олеговна, здравствуйте. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые зрители. Ну вот, подошли, наверное, мы к середине уже двухмесячника, который ранее был объявлен главой Абакана и также профильными службами, поэтому можно некие такие предварительные итоги, либо предварительные результаты озвучить. Елена Олеговна, в части, скажем так, уборки городской территории, насколько мы в каких-то хороших проявлениях, результатах находимся, ну и в принципе, какие сегодня данные по этому поводу? Традиционно в нашем городе с 1 апреля стартовал весенний двухмесячник по санитарной уборке, благоустройству и озеленению территории города. Это у нас мероприятие проводится ежегодно, два раза в год. Мы начинаем к нему готовиться заблаговременно. В этом году уже в феврале мы начали строить планы, которые потом необходимо нам в течение двухмесячника реализовать, потому как мы будем перед главой города, перед Алексеем Викторовичем, отчитываться обязательно о поставленных целях, задачах, чтобы все задачи были выполнены, чтобы максимально привести наши общегородские территории в порядок. В период весеннего двухмесячника нам изначально предстоял большой комплексный пласт работ по проведению городских территорий в порядок. Это уборка от мусора после таяния снега, это сгребание листвы, это помывка, окрашивание, ремонт малых архитектурных форм, это обрезка зеленых насаждений, ну и так далее. Это очень большой перечень работ. Значит, традиционно в период проведения двухмесячника мы планируем субботники. Общегородской субботник в этом году у нас был намечен на 22 апреля, хотя, как мы все знаем, у нас их было несколько. То есть, начиная с 1 апреля, двухмесячник стартовал у нас с 1 апреля, и уже в этот день у нас прошли первые субботники, как вы помните, на аллее Героя Попова и в сквере Попова. Значит, на следующей неделе, также в пятницу, вышло несколько организаций, которые изначально, сами не дожидаясь приглашения, скажем так, изъявили желание. То есть, у нас даже есть такие, с которыми мы постоянно сотрудничаем, кто ежегодно сам, перед началом уже зная, что вот сейчас снег растаял, что сейчас объявят двухмесячник, они уже сами к нам звонят, либо приходят и говорят, что мы готовы выйти. Традиционно у них уже обозначены территории, они и каждый уходит на свои территории. Мы, как обычно, обеспечиваем мешками для сбора мусора, перчатки даем, необходимый инвентарь, ну а затем организуем вывоз собранного мусора. Этот год у нас не стал исключением, и хочется назвать такие организации, как Хакасия Плюс, фонд, значит, фонд поддержки семьи и детства Перспектива, также у нас йога-центр Абакан «Дом для души». Вот они активно принимают всегда участие в проведении городских субботников, они нам убирают одну территорию, говорят, если будет нужна помощь, то приглашайте еще, и вот мы с ними так сотрудничаем. То есть, хочется их, пользуясь случаем, поблагодарить за то, что они такие неравнодушные у нас и всегда готовы прийти на помощь. В целом, вот сейчас по итогам почти месяц прошел у нас двухмесячника, и большинство территорий, которые были нами запланированы для уборки, мы с помощью неравнодушных граждан, организаций, привели в порядок. У нас прошло около 200 субботников уже. Да, территорий у нас, как я уже заранее сказала, что мы планы строили, начиная с февраля. Все, что нужно, какой объем работ сделать, определяли территории, закрепляли за организациями. Вот. И вот уже около 200 субботников у нас прошло на сегодняшний день. Огромный объем мусора собран, вывезен. Мусор стараемся вывозить своевременно. То есть, также у нас каждому учреждению, предприятию подведомственному обозначены территории, за которые несут ответственность. То есть, если это парки и скверы города Абакана, и уборка проводится в парках либо скверах, то ответственность за вывоз, за своевременный вывоз мусора у нас несет муниципальное бюджетное учреждение Абаканское парковое хозяйство. Если это другие территории в городе, не парки, а скверы, то здесь уже у нас муниципальное казенное учреждение, спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства. Есть территории, которые закреплены за управлением инженерных защит. То есть, это берега рек, это дрены, которые в границах города находятся. В этом случае мы им заранее даем также информацию, где, на какие территории будет проводиться уборка, для того, чтобы они спланировали транспорт для погрузки и вывоза мусора. Вот, значит, у нас в этом году был объявлен конкурс, то есть на период проведения двухмесячника был объявлен конкурс городской «Субботник в нашем дворе». Управление коммунального хозяйства и транспорта, то есть проявили такую инициативу, чтобы провести конкурс среди управляющих компаний. Значит, принимаются заявки до конца двухмесячника, до 31 мая, и уже по истечении этого срока комиссия будет выезжать на дворовые территории и оценивать, насколько управляющая компания качественно и своевременно привела территории, дворовые территории, прилегающие территории многоквартирных домов в чистоту и порядок. Помимо уборки у нас также предусмотрены работы вот именно по содержанию зеленых насаждений, обрезка деревьев, деревьев, кустарников. Это ремонт и окрашивание малых архитектурных форм. Там, где на дворовых территориях возле подъездов не хватает урн, что немаловажно, да, у нас для соблюдения чистоты и порядка, рекомендуется, конечно, устанавливать урны для сбора мелкого мусора, ну и прочие такие моменты. Что хочется заметить, что не только в период двухмесячника, а вообще, насколько мы все знаем, с 1 сентября прошлого года у нас вступили в действие новые правила благоустройства территории города Абакана, в соответствии с которыми, значит, уборка прилегающих территорий, то есть не только уборка своих территорий, но и прилегающих территорий, сейчас носит обязательный характер. То есть, собственники земельных участков, зданий, помещений, строений, сооружений обязаны убирать не только свою территорию, но и прилегающую территорию. То есть, схемы прилегающих территорий, закрепленных за учреждениями, можно найти в приложении к правилам благоустройства, то есть для каждого объекта определена схема, и в соответствии с требованиями правил необходимо убирать эту территорию. Многие, конечно, возмущаются. Недавно позвонил мужчина, тоже нам назвал адрес, мы провели обследование, он говорит, эта территория не наша, это городская, есть службы, убирайте. Мы поясняем, и всем нужно понимать, да, она городская, ее никому не передавали ни в пользование, но она закреплена как прилегающая территория, обозначена схемой, и ее необходимо содержать обязательно в чистоте и порядке. Значит, мы в свою очередь проводим рейдовые мероприятия, то есть вот сейчас, пока проходит у нас двухмесячник, мы, конечно, даем возможность людям привести свои прилегающие территории в порядок, но по истечении двухмесячника, конечно, мы уже сейчас планируем рейдовые мероприятия. Будем смотреть, ходить, кто, насколько смог в этот период, который сейчас дается, привести свою прилегающую территорию в порядок. Ну, кто не смог, конечно, будем вынуждены привлекать к административной ответственности, потому что существуют правила, все их обязаны соблюдать, ну, а в случае нарушения правил предусмотрена административная ответственность. Поэтому хочется призвать всех граждан еще раз, что необходимо привести территории в порядок и свои территории, и прилегающие территории своих земельных участков, домов, ну и так далее, зданий, строений, сооружений. Елена Олеговна, ну вот весьма существенная цифра, уже 200 субботников проведено, большое количество жителей Абакана вовлечены в этот процесс, и у многих, точнее, есть, наверное, свои какие-то уже традиционные такие точки, традиционные места, куда они выходят убираться. Охватывают ли вот субботники проблемные какие-то точки города, где требуется уборка, и вот это явление как субботники позволяют ли сокращать эти проблемные точки в республиканской столице? Да, конечно, у нас город растет, город развивается, поэтому территории становится все гораздо больше, шире, и не везде наши городские службы, которые ответственны за уборку в городе, могут быстро, оперативно, после зимы, допустим, привести территории в порядок. Поэтому для этого мы организовываем субботники. То есть, то, что касается уборки своей территории и прилегающей, все должны понимать, что это проводится не только во время субботника, это обязанность, то есть мы должны содержать постоянно. А то, что мы устраиваем общегородские субботники, это касается именно тех территорий, которые, ну, то есть земли общего пользования. Вот, и мы просим именно прийти, проявить инициативу, свою гражданскую позицию, потому что мы все любим жить в чистоте, мы все любим, чтобы было красиво, зелено, и мы все должны, я так думаю, что помогать, помогать городу, поддерживать его вот в таком состоянии. Значит, у нас в этом году такие, то есть мы заблаговременно также объезжаем, февраль, февраль, март намечаем вот эти территории. В этом году у нас правительство республики Хакасия и все подведомственные министерства, абсолютно все, они выходили на общегородские территории, какие-то определенные участки, и приводили, тоже помогали нам приводить их в порядок. Затем отзывались у нас также неравнодушные предприятия, которые также спрашивали, чтобы мы им выделили участок, территорию, где они могут внести в свой вклад. И мы с удовольствием встречались, показывали эти территории, обеспечивали граблями, мешками, перчатками, ну, далее вывозили мусор. Сами мы также не раз выходили, три пятницы подряд мы выходили на субботники, вся администрация города Абакана, все подведомственные структуры выходили, также проводили субботники. И вот один из субботников мне запомнился в этом году, когда мы проводили нашим управлением, нашим коллективом на улице Крылова, мы ее, так называемая Малая Крылова, вот там, где у нас от Дружба народов в сторону Кати Перекрещенко, очень грязные замусоренные газоны, придорожные газоны, просто вот словами было не выразить. Все, что люди оставляют, кидают, это и окурки, и бумажки, и мусор, причем это все образуется на газонах за довольно-таки короткий период, промежуток времени, то есть все очень быстро, это и продукты жизнедеятельности животных, люди, не задумываясь, выгуливают своих питомцев, ну и все это, естественно, остается, вот, и мы своим управлением приводили в порядок городские газоны по улице Крылова, например, в один из субботников, проводимых администрацией города Абакана. Завтра у нас на придорожные газоны тоже выходит одно из министерств правительства республики Хакасия, тоже будут помогать нам приводить общегородские газоны по улице Ленинского комсомола, для того, чтобы там было чисто. То есть вот сразу видно сейчас, где чистые территории, там уже зеленая трава. Вот уже буквально, я думаю, на следующей неделе можно будет, если погода сейчас будет теплая, уже нужно будет приступать их косить, потому что они очищены, они у нас готовы полностью, трава зеленая, ну то есть сейчас, если погода позволит, то быстро все зазеленеет. Поэтому у нас такая традиция, традиция наша добрая, приводить городские территории в порядок. И очень радостно на душе, когда едешь, вот у нас, допустим, когда субботники проводятся, у нас я, мои коллеги, мы делим территории, также проезжаем, смотрим, что субботник у нас идет, что все всем обеспечены, всем всего хватает граблей, перчаток, мешков и прочее. Потом, после как субботник завершится, нам необходимо проверить, везде ли своевременно вывезли мусор, ну и прочее. И то есть я вот еду по городу, когда смотреть вот так, где у нас прошло, ну то есть вот еду и радуюсь, насколько все-таки в городе чисто, и что вот наши неравнодушные граждане инициативные, что они выходят, помогают, и мы все вместе делаем общее дело, мы приводим в порядок наш город, наш любимый город, в котором хочется жить. Ну да, это, безусловно, важная задача, да это, наверное, вот одна из таких основополагающих. У нас звоночек есть, послушаем зрителей тогда их мнение и продолжим беседу. Говорите, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, да. Вот смотрите, что мы сейчас сказали. Что выявление на Евросоюзе, это, в принципе, правильно, но у нас почему-то этого не делали. Как с этим быть? Спасибо большое. Спасибо. Но если говорить про вывоз мусора, то это, да, многоквартирных домов, это рекоператор этим занимается, у частных, да, принципы у частных домовладений, та же самая история. Кстати, если немножко перейти в тему косвенную, то на одном из совещаний, насколько я помню, как раз обсуждался вопрос с дачным массивом под Сине, где собираются установить контейнер большой для сбора как раз растительного мусора и вроде как будут через рекоператора договариваться с этим образом. Там не то что. Да, вы все верно говорите. У нас запускается пилотный проект, то есть у нас в соответствии с требованиями законодательства дачное общество, садоводческие и некоммерческие товарищества, они обязаны, как и все остальные юридические лица, у которых образуются отходы, они обязаны организовывать места, площадки накопления отходов. Поэтому мы проводилось у нас такое совещание в администрации города Абакана, приглашали представителей, председателей садоводческих товариществ, и мы решили, что как пилотный проект и председатель общества согласился, вот такие площадки у нас первые. Первая площадка будет организована в садоводческом и некоммерческом товариществе под Сине. Да, здесь, как и все другие юридические лица, общество обязано заключить договор с региональным оператором, ну и заказывать вывоз мусора. То есть жители не просто должны где-то бросать, где-то везде, там где-то доезжая до дома, кто-то там везет, например, к себе домой на площадку такого многоквартирного дома, кто-то бросит на соседний участок, кто-то бросит по дороге, но такого не должно быть. Ведь вывоз мусора, он должен быть цивилизованный. Мы живем уже в 21 веке, и вот эти несанкционированные свалки, вот эти мешки с мусором, ну не должны они быть на территориях. Они должны складироваться только на площадках, и площадки должны вывозиться региональным операторам, вернее, мусор с площадок. У нас региональные операторы РСити-2000, мы их тоже приглашаем на каждое совещание, которое касается темы обращения с отходами, пытаемся с ними решать какие-то спорные, либо проблемные вопросы. То есть там, где не хватает, например, одна как раз в день, допустим, вывоза мусора, где идет переполнение, мы пытаемся искать причины, мы совместно ходим по нежилым, ну если вот уже перейти дальше, да, нежилым помещениям, для того, чтобы их понуждать именно к заключению договора, чтобы также, чтобы их объемы учитывались, для того, чтобы необходимое количество раз вывозился мусор. А что касается общества, как мы сейчас уже заметили, да, действительно, подсиняя председатель согласился, сейчас прорабатывается вопрос о создании площадки, о приобретении контейнеров, и я так думаю, что если это будет у нас, а он будет положительный опыт, то все остальные дачные общества по подобию, также я думаю, что построят у себя на территории общества площадки, заключат договор с региональным оператором, будут заказывать вывоз мусора. То есть здесь, возможно, по заявке, контейнеры наполнились, вывоз мусора заказали, аэросети приехали, забрали и вывезли. Нужно понимать, вот люди стараются от себя, у себя куда-то вывезти, выбросить этот мусор, тем самым создать несанкционированную свалку, которая потом будет ликвидироваться за счет муниципальных средств, за счет бюджета города Абакана. Люди не понимают, что в соответствии с законодательством, в любом случае, мы все образователи отходов, мы обязаны работать с региональным оператором, мы обязаны оплачивать вывоз мусора. У нас в городе, ну как в регионе, в нашем, в республике Хакаси, не такие уж и большие цены, стоимость тариф, то есть вполне приемлемо. И можно поставить у себя контейнер, накапливать в нем мусор, заказывать регионального оператора и вывозить. То есть нам зачастую непонятно, почему люди этого не делают. Если в любом случае вам выставят счет, вы его заплатите, так зачем вы везете куда-то, если вы можете у себя складировать, заказывать и вам вывезут. Поэтому практика показывает, что вот как некоторые говорят, не заказывал, не буду платить, или многие говорят, особенно в частных домах, у меня нет мусора, или я его сжигаю. Во-первых, мусор сжигать запрещено, а во-вторых, не может быть такого, что нет мусора. То есть любой человек в процессе жизнедеятельности, у него образуются какие-то отходы, все равно они есть. Поэтому нормативы рассчитаны и всем рекомендуем работать в нужном направлении, скажем так, накапливать мусор, заказывать вывоз в рекоператор, своевременно оплачивать. Но я думаю, что таким образом у нас в городе станет чище. Никто не будет друг другу подкидывать, никто не будет возить нам, допустим, с частного сектора, если у кого-то нет контейнера, возить, выбрасывать своему соседу в контейнер, или рядышком, ну, либо на площадке многоквартирных домов, ну, либо организовывать нам несанкционированные свалки где-то. Еще один звонок есть, видимо, тоже по теме мусора и, может, дачных массивов. Послушаем зрителей. Говорите. Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Говорите. Алло. Алло. Да-да, слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, я жительница частного сектора Красного Бакани, Ольховая улица, вот и регулярно платит, получается, за вывоз мусора. Скажите, пожалуйста, на каком основании должны вывозить мусор? На каком основании? Да, вывозить мусор из частного сектора, да. Здравствуйте. Я поняла ваш вопрос. Значит, вы по мере накопления, то есть, если у вас имеется на территории контейнер для накопления мусора, вывоз мусора у нас из частного сектора производится по заявке. То есть, по мере накопления контейнера вы вызываете, делаете заявку Аэросити либо по телефону, либо на сайте регионального оператора, и они вывозят. В случае, если вы сделали заявку и длительное время, там у них, по-моему, три дня на выполнение заявки, в случае, если заявка ваша зафиксирована, вы стабильно оплачиваете региональному оператору, а они не вывозят, ну, в этом случае необходимо обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы рассмотрели вашу жалобу и приняли меру уже к региональному оператору за некачественное оказание коммунальной услуги. Услуга называется вывоз мусора. Вот, то есть, накапливаете, вызываете, по заявке региональный оператор выезжает. Я думаю, с этим вообще проблем нет. Ну да, я думаю, что сейчас нормализовалась ситуация. Некоторое время назад поведением таким нестандартным рекоператор отличался, но вот благодаря опять же совещанию, которое проводил глава Абакана, неоднократно ситуацию как-то разрешилось, в том числе при вмешательстве в городскую прокуратуру. Но это несколько тем для другого все-таки эфира. Елена Олеговна, вернемся к городским территориям. Вы упомянули про газонную часть, где также разный мусор располагается, и в том числе, я так понимаю, который летит из машин. Но сами меры двухмесячника, они в первую очередь нацелены ликвидировать последствия зимнего периода. Выходя вот на какую-то территорию, как вы определяете, что этот мусор там в течение зимы все-таки появился, или уже после его кто-то туда вот аккуратно положил. А вы знаете, Константин, здесь у нас уже, когда мы пытаемся привести территорию в порядок, нам уже, конечно, не важно, это после зимы или кто-то сейчас выгрузил, нам подкинул. У нас много есть таких любителей, и уже некоторых мы поймали, скажем так, за руку, которые подбрасывают нам на городские газоны свои мешки с мусором, либо подставляют к тем мешкам, которые дворники городские собирают у нас. Просто убираемся. Вот видим, там, где замусорено, там, где у нас спецавтобаза не хватает возможности зайти уже оперативно, привести в порядок территорию, вот на таких территориях и мы убираемся. Многие, конечно, после зимы основной мусор, после таяния снега заходят, собирают у нас, есть закрепленные территории, там, где дворники постоянно убираются, есть незакрепленные территории, там, где убираются так называемые летучие бригады, вот, такой основной мусор собирают, но есть такие территории, куда редко удается направлять бригаду, потому что, еще раз повторюсь, наш город растет, развивается, вот, поэтому мы вот сейчас к этому двухмесячнику подготовили, разделили территории, в последующем планируем закрепить за организациями, ну, то есть постоянно, на постоянной основе, которые будут нам помогать приводить данные территории в порядок, и многие уже положительно отозвались на наши предложения, многие даже сами организуют вывоз мусора, мы говорим, давайте, вот, проводите субботник, сообщайте, они говорят, мы сами, то есть, конечно, такое приветствуется, и мы, конечно, благодарны таким организациям, которые всегда идут к нам навстречу, всегда готовы помочь, потому как, ну, по-другому просто, нет возможности делать так, как хотят все, а все хотят, еще раз повторюсь, жить в чистоте, в комфорте, чтобы было все красиво, чтобы нигде не было мусора, но не зря же говорят, что чисто не там, где убираются, да, а там, где не мусорят, и вот это воспитание, оно с детства должно быть у нас, то есть, вот, допустим, мой ребенок, дочь у меня, никогда она мимо урны бумажку свою не бросит, если, вот, неоднократно замечала, возле школы они со своими сверстниками стоят, то есть, никогда, если кто-то мимо там бросил, она всегда поднимет, всегда скажет, что так нельзя делать, то есть, наши дети, они должны с детства быть к этому приучены, и когда все, все у нас будут так воспитаны, я так думаю, что мусора станет гораздо меньше, да, либо мимо проходящие, либо те, кто едут в автомобили, из окон бросают, и бумажки, и окурки, и прочее, но это будет длиться, конечно, бесконечно, всем хочется, чтобы было чисто и красиво, но почему-то не все готовы наводить вот эту чистоту и порядок, ну, либо не допускать загрязнения, поэтому хотелось бы, чтобы родители обращали внимание детей на то, что так нельзя делать, чтобы сами не делали, подавали пример своим детям, ну, и плюс ко всему, также участие, конечно, наших детей, нашего молодого поколения, также в субботниках и прочее, не так давно у нас один из первых субботников тоже, когда проводились в жилом районе Западный, то есть, был такой случай, когда староста Наталья Владимировна Абышева, она учила детей, молодое поколение, держать грабли, ну, потому что многие дети, к сожалению, не знают, как правильно, то есть, дети поняли, что такое труд, что такое уборка, и даже когда вот у них брали тоже ваши коллеги комментарии, делали сюжет, вот, многие понимают уже какой это труд, когда вот много мусора, и когда люди его убирают, и я так думаю, что в последующем ребенок задумается, наверное, ну, что вот в урну положить, да, или рядом кинуть, потому что это действительно колоссальный труд людей, которые приводят наш город в порядок, и причем стоит заметить, если, вот я уже много лет работаю в этой сфере, если чисто, то эту работу незаметно, ну, чисто, да, чисто, вроде как так и надо, понятно, что, да, если где-то вот появляется замусоренная территория, вот у нас частенько после ветра, наверное, все на это обращают внимание, конечно, задувает, у нас в том числе и бывает из площадок ТКО, у кого-то урны своевременно не очищаются, мусор, грязно, все, начинают звонить, начинают писать о том, что вот вы вовремя мусор не убрали, не организовали, ну, и так далее. Такие, конечно, моменты имеют место быть, и мы стараемся всегда оперативно реагировать еще до звонков, и наши подведомственные учреждения, они уже знают, что после непогоды нужно с утра срочно, ну, вот, объехать, посмотреть там, где, если не закреплены территории, где привести в порядок, поэтому все пытаются оперативно реагировать для создания комфортных условий проживания горожан, чтобы и жители нашего города, и гости нашего города шли по улице, и чтобы радовались чистоте и порядку в нашем городе. Хочется еще отметить, я вот, коль завела речь про участников наших субботников, то есть это когда и организуют и детей, школ, и какие-то организации, вот у нас, то есть кто-то вообще не хочет выходить, ну, вот, ну, ни в какую, нет, и все, вот, ваша территория городская, убирайте, у вас есть службы, у вас на это деньги уделяется, убирайте. А есть вот такие организации, еще раз назову, Хакасия Плюс, вот в этом году, они тоже, кстати, когда у них есть, у них уже за ними есть территория закрепленная, они ежегодно ее сами убирают. Двух месяцев начинается, они звонят, Юлия у них, и говорит, мы выходим, вот тогда-то на субботник. Все, они выходят, потом звонят, фотографии, все, либо мы подъезжаем. И вот в этом году у них выходили даже люди с ограниченными физическими возможностями. Да, то есть даже люди на костылях, которые были, вот, помогали убираться. Вот кто, ну, кто мог, кто-то даже пакет, вот просто подержать пакет, вот это настолько меня, ну, я не знаю, прям удивило, что вот настолько неравнодушные, что вот они готовы, говорят, а давайте, вот, а где вот мы еще? Либо выходят с семьями, с детьми тоже вот так же приучают своих детей убираться. Здесь вот с ограниченными физическими возможностями. По два, по три часа люди убираются. Вот в прошлом году они в дочь, по-моему, даже выходили. В этом году тоже сначала такая не очень погода была. Поэтому все-таки есть такие инициативные, неравнодушные граждане, которых хотелось бы, чтобы, конечно, было еще больше. Мы сейчас уже на сегодняшний день, месяц у нас к концу подходит, большинство территорий у нас убрано. Убирались в этом году территории даже те, которые в прошлом году как-то вот не было так, видимо, замусорено, что не заходили. А в этом году у нас, вот, возможно, видели, обратили внимание, виадук по Тараса Шевченко по обе стороны, виадук по улице Мира. Заходили на территорию, замусорено было, тоже ветром там задувает это всюду. Квартал молодежный. То есть люди также жалуются, пишут письма, вот, замусорено, хотя сами никто не хочет выходить. Но управляющая компания, у них управляющая компания «Высотка» там обслуживает несколько домов в квартале молодежном. Вот у них такой инициативный молодой руководитель. Они расклеили объявления, и несколько человек, ну, правда, очень мало, я тоже подъезжала, смотрела, мы беседовали, в часть вышли, значит, окрашивали малые архитектурные формы, ограждения, подгребали мусор, с ребятишками вышли там, ну, несколько человек буквально. Вот. Министерство убирали, да, территорию вот где при въезде, а вот управляющая компания организовали, несколько жителей и сами организовались, убирали территорию, прилегающую к домам, которые они обслуживают. Также у нас в этом году такую инициативу хорошую проявляли, проявляют сейчас управляющая компания, Абаканская управляющая компания. Вот они вообще молодцы, у них есть такая добрая традиция, они каждую неделю где-то убирают общегородские территории. Вот в этом году они тоже нас порадовали и по улице Торосова, по проспекту Дружбы народов, по Ломоносова. То есть они убирают не только закрепленные за ними территории и прилегающие территории к многоквартирным домам, которые они обслуживают, но они выходили на придорожные газоны, вот гребли чистили. Вот там тоже уже очень, ну прям трава такая достаточно высокая, потому что они были вовремя очищены, сейчас солнце, трава быстро. Также у нас очень активно ЖУ-5 работают, очищают прилегающие территории. Ну и хочется, конечно, чтобы было больше, больше таких желающих. Конечно, может какие-то управляющие компании я не назвала, но попрошу не обижаться на меня, проявляйте инициативу. Конечно, потом ваш труд, он всегда заметен, он всегда и граждане благодарны. Некоторые управляющие компании в этом году у нас активно стали уделять, ну вернее, проявлять инициативу, стали уделять внимание установке урн. То есть у нас в соответствии с правилом благоустройства территории города Абакана, у везде, у входов зданий, учреждений, у подъездов многоквартирных домов должны быть установлены урны. Вот, мы также проводим рейды с коллегами по нежилым помещениям, там, где нет, говорим, чтобы устанавливали, там, где они есть, чтобы своевременно очищались. Вот, и управляющие компании, вот у нас гвардеец, управляющая компания, устанавливали урны возле подъездов. Да, вот об этом и хотел как раз, несколько вы меня опередили, спросить насчет того, как предпринимательство все-таки ухаживает и соблюдает порядок на своей территории. Вот те организации, которые вы назвали, они показательные и положительный такой пример, конечно, производят для, опять же, может быть, других своих коллег. И мы с вами неоднократно выходили в рейд к этим предпринимателям. Насколько вообще изменилась ситуация? И осознают ли все равно сегодня предприниматели, что их территория не ограничивается, скажем так, крыльцом или лестницей, что за ним тоже следует определенная ответственность? Да, в этом году у нас помогли нам наши коллеги из Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства, из Комитета муниципальной экономики и администрации города Абакана в части работы с нестационарными торговыми объектами, в части работы с предпринимателями, у которых торговые павильоны. И также вовлекали, привлекали их в активном участии по наведению чистоты и порядка. То есть почему-то не все, ну не считают нужным, видимо, даже вот свой павильон, павильон либо магазин привести в порядок. Неужели не понимают владельцы магазина, что человек, идущий в магазин, он, конечно, в первую очередь, наверное, не заходя в магазин, обращает внимание на его внешний вид, на прилегающую территорию, в каком содержится состоянии она. И я так думаю, что любому покупателю будет приятно, когда он заходит в помещение, и заходя в помещение, он видит, что чисто витрины светятся, чистые светятся, да. Стоят опрятные урны, которые не переполнены мусором. Территория подметена, не валяются там ни бумажки, ни бутылки, ни окурки, как очень часто бывает. Предприниматели уже многие в этом году, многие вовлечены в проведение таких работ, активно моют свои торговые павильоны на остановочных павильонах, вот там, где торговые модули, потому как они несут ответственно за содержание и остановочного павильона своего модуля. смотрю, активно, да, моют, крашивают там, где есть необходимость, устанавливают урны, подметают территорию, ну, достаточно активно. И это радует, что наши предприниматели, несмотря на столь тяжелые времена для многих, вот были и у кого-то сейчас есть, тем не менее они не остаются равнодушными и также принимают активное участие. А здесь, Елена Олеговна, работает вот эта система предупреждений, то есть если человек нарушает эти правила содержания, сразу ли ему выписывается штраф или дается время, чтобы убрать вот эти вот проблемные участки? У нас в этом году нас наделили новыми полномочиями, мы осуществляем муниципальный контроль в сфере благоустройства. Вот, в соответствии с, значит, вот этим, в рамках этих мероприятий, проводимых в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства, мы, у нас профилактика. Основные меры – это профилактика для того, чтобы не допускать нарушений. И в первую очередь мы, конечно, беседуем, консультируем, ну, можем выдать предостережение направить для того, чтобы именно предотвратить нарушения, чтобы этого не было. В случае, когда, ну, совсем уже вот не понимают, не хотят контактировать, да, ну, там уже у нас в дальнейшем могут быть контрольно-надзорные мероприятия, в соответствии с которыми мы уже проводим проверку в рамках контрольно-надзорных мероприятий. Может быть, выдано предписание уже об устранении нарушений. Ну, а в последующем, если предписание не исполняется, то мы вынуждены привлекать к ответственности, к административной ответственности. У нас, ну, пока вот мы со всеми работаем, предостережение выдаем, то есть беседуем, консультируем, выдаем предостережение. Но в последующем еще повторюсь раз, что у всех еще есть время до конца двухмесячника, до 31 мая привести территорию в порядок для того, чтобы потом не получить неприятность в виде административного штрафа. Поэтому еще раз призываю всех привести территорию в порядок. Если вернуться, Ирина Олеговна, к частным домовладениям, то продолжаются ли или будут продолжаться рейдовые мероприятия на счет содержания прилегающей территории? Может, какой-то там строительный материал складывать или подобным родом захламляет прилегающую? Да, у нас правилами благоустройства территории города Авакана запрещается складировать на общегородской территории строительные материалы, уголь, дрова, сено и прочие материалы, то есть чтобы прилегающая территория была чистая. То есть помимо того, что запрещается складировать, еще и есть требования по содержанию, еще раз повторюсь, прилегающей территории. То есть для всех также домов индивидуальной жилой застройки определены прилегающие территории. То есть вот территория ваша, а вот прилегающая. Многие не понимают. Она, говорят, это не наша, это городская. Да, она городская, но она за вами закреплена. Вы обязаны ее содержать. Все схемы для всех частных домов также есть в правилах благоустройства территории. Кто не знает, могут ознакомиться, могут обращаться к нам. Мы покажем, расскажем, сколько, ну кто-то говорит, вот сколько, куда вот, до тротуара, до дороги и прочее. То есть для каждого объекта схема есть. Просто если кто не знает, можно к нам обратиться в управление коммунального хозяйства и транспорта. Мы покажем, сколько нужно еще убирать, сколько прилегающей территории закреплено. Так вот, если раньше это требование носило, вернее не требование было, а предъявляли как рекомендательная норма, то есть рекомендовали содержать, то сейчас это закреплено правилами благоустройства территории и носит обязательный характер. То есть либо обязаны содержать, либо путем заключения договора со специализированным предприятием, либо своими силами. То есть выходим, убираемся, вывозим. Многие в этом году, сейчас старосты задают вопросы и жители частного сектора, убираясь на прилегающие территории у своих домовладений, когда нам вывезут мусор. Мусор вывозить с прилегающих территорий, которые закреплены за домами, никто не будет. То есть нужно самому позаботиться о том, чтобы вывезли этот мусор. Поэтому не надо ждать, не надо подкидывать, не надо выставлять его к дороге. Если вы привели прилегающую территорию в порядок, нужно позаботиться о вывозе мусора и вывезти его в установленное место. Если речь идет о каком-то крупногабаритном мусоре, ну или просто о больших пиломатериалах, у человека больше времени убрать это с прилегающей на свою куда-то территорию? У нас в правилах благоустройства территории предусмотрено требование убрать то, что складировали. То есть, допустим, завезли, например, строительные материалы или уголь, допустим. Ну, завезли, положили возле дома. Нет возможности сегодня или завтра убрать. Есть срок в течение семи дней. То есть, например, сегодня привезли, в течение семи дней. У нас мы как, кто-то говорит, как вы это зафиксируете? Ну, понятно, что мы не все одномоментно можем видеть, да? Но, тем не менее, мы ходим в рейды. Допустим, сегодня пошли, смотрим, лежит. Понятно, что он нам не скажет, вчера он положил, да, или сегодня. Но вот от сегодняшнего дня, то есть, мы фиксируем, фотографируем, актируем. Семь дней проходит, мы говорим, ну, то есть, знакомим с правилами, говорим, уважаемые, пожалуйста, уберите к себе на территорию. Через семь дней мы придем. Если через семь дней будет убрано, вопросов нет. Если не убрано, ну, в этом случае, конечно, мы вынуждены уже применять меры административного воздействия. То есть, составляем протокол об административных правонарушениях. Это в рамках осуществления контроля за соблюдением требований правил благоустройства территории города Абакана. И составляем эти протоколы и передаем на рассмотрение административной комиссии. Там уже комиссия решает, либо выносят предупреждение, либо идет наложение штрафа на физических лиц. Это от одной до трех тысяч рублей. Если первично. В случае, если в течение года составляется, то есть, снова гражданин привлекается к административной ответственности за одно и то же нарушение, ну, допустим, за нарушение правил благоустройства, да, требований там у нас много, то там уже штрафы в два раза выше. Вспоминается мне один из рейдов, который проходил территориально, по-моему, в МПС, и где на частной территории, по-моему, автомойка или СТО, что-то подобное, появилась, и вот лежит у него куча щебенки. И он ее не убирает там месяц, там полтора, или, то есть, уже предупреждали неоднократно сотрудники. Здесь вот играет роль, Елена Олеговна, что за помещение находится вот на этой частной территории, или требования ко всем одинаковые все-таки? Требования у нас ко всем одинаковые. Будь то это предприятие, организация, либо чей-то земельный участок, либо это частные домовладения. Требования у нас для всех одинаковые. Но хочу заметить, что штрафы за несоблюдение требований разные. То есть, если для физлиц это от 1000 до 3, то для юридических лиц и предпринимателей там уже идут десятки тысяч. То есть, требования ко всем одинаковые получаются, но потом меры административного воздействия, протоколы и штрафные санкции уже разные. Поэтому всем необходимо соблюдать правила благоустройства, своевременно приводить территории в порядок, если при визитах кучу гравия, песка и прочее, собираетесь строиться. Конечно, понятно, что это хорошее дело, строительные материалы. Но в течение 7 дней необходимо с общегородской территории убрать. Посмотрите, ведь у нас есть улицы частного сектора, по которым просто приятно ехать и смотреть, где нет ни одной кучи гравия, где установлены у домов контейнеры, нет мусора, то есть люди стараются. А еще и в летний период времени, вот там у кого есть небольшие площади, но с зеленой травой, ну вот просто красота. И людям приятно, и живущим там, и проезжающим мимо приятно. Ну, я так думаю, что если все у нас будут соблюдать требования правил благоустройства, а это, ну не просто же так их придумывают, а именно вот для того, чтобы соблюдались какие-то нормы, для того, чтобы эстетично это все у нас было, красиво, ведь мы живем в столице нашей республики, у нас большой красивый город, который благоустраивается с каждым годом, и хочется, чтобы везде было благоустроено чисто. Сейчас у нас с первого, ну вот в мае сейчас с праздников выходим, мы специалистами нашего отдела будем ходить в рейды и смотреть там, где уже привели в порядок, где не привели, будем напоминать, что срок, который сейчас еще у них есть возможность привести, и мы не накажем пока штраф, ну вернее протокол не составим, срок есть до 31 мая, то есть сейчас идем снова с профилактикой, но в июне уже все, уже разговоры закончатся, уже будем привлекать к ответственности тем, кто не нашел времени или сил убрать территорию. У нас с вами 9 минут так остается до конца беседы. Лена Олеговна, ну вот середина уже двухмесячника заканчивается, что в дальнейшем, какие мероприятия будут проводиться и итоги как будут подводиться? У нас сейчас активно ведутся ремонтные работы, ремонт окрашивания малых архитектурных форм в парках и скверах, эти работы у нас тоже были запланированы заранее, специалисты муниципального бюджетного учреждения Абаканское парковое хозяйство проводили ревизию и там, где необходимо что-то привести в порядок, там детские игровые комплексы, скамейки, урны, ограждения и прочее, составлены дефектные ведомости, сейчас делается ремонт и окрашивание, это касается парков и скверов. Что касается других территорий по городу, где у нас вдоль тротуаров мы видим стоят городские урны, уже основная часть работ по помывке урн, по окрашиванию спецавтобазой выполнена, также проводится ремонт, замена где-то скамеек, ремонт ограждений, также моются ограждения, сейчас у нас уже начинается, как мы все видим, ямочный ремонт, значит, дальше у нас идут посадки, то есть основные уборка мусора и прочее, мы вот такие большой пластработ уже сделаем, ну, конечно, еще есть территории, которые можно, и которые мы будем приводить в порядок, для этого, кто еще есть желающий, мы просим обращаться к нам в управление коммунального хозяйства и транспорта, напоминаю, что мы обеспечим необходимым инвентарем, выдадим перчатки, мешки для мусора, организуем вывоз мусора, вот, а также у нас сейчас началась посадочная кампания, то есть также мы, то есть работы по уборке, они у нас сейчас уже в меньшем количестве будут, сейчас у нас начинаются массовые работы, массовые посадки, озеленяем наш город, и хочется также пригласить желающих поучаствовать в городских посадках, у нас там, где проводится, значит, территориальная принадлежность по органам ТОС, в жилых районах староста у нас активно привлекают, сами участвуют, вот тоже большая благодарность нашим старостам, потому что они на себя тоже берут большой пласт работ, помогают нам организовывать в своих жилых районах и субботники, и по уборке чистоты и порядка, и по озеленению, по участию в посадках зеленых насаждений, сейчас уже активно эти работы ведутся, сейчас будем в городе, основные работы у нас будут, ну, а дальше, как традиционно, наш зеленый пояс на горе Самохвал, планируется большое количество деревьев, у нас в этом году запланировано весной и осенью посадить там порядка 10 тысяч деревьев, поэтому все желающие могут принимать участие, заявки у нас тоже уже есть, то есть можно подавать заявки, на сегодняшний день заявки есть, люди, которые готовы участвовать, мы их уже пригласили, уже территории определились с парковым хозяйством, то есть график проведения работ у нас есть, все желающие могут обращаться, мы скажем, где планируются посадки, какая дата, то есть и люди могут уже для себя определиться, что вот на какое число или на какую территорию они готовы выйти и принять участие в озеленении городских территорий. Ну это может быть как, я так понимаю, посадочный материал паркового хозяйства, либо личный какой-то они могут с собой принести. Да, здесь уже, да, действительно, ну здесь уже как кто хочет, то есть если, допустим, есть, например, посадочный материал, могут обращаться, просят определить место, и мы уже совместно с парковым хозяйством определяем место для посадки, кто-то хочет свою аллею, допустим, создать, кто-то говорит просто, что готовы прийти, помочь выкопать ямки для саженцев, помочь и высадить непосредственно, ну закопать, подвязать и прочее. Вот, поэтому здесь хоть со своими саженцами, без саженцев, вот если готовы принять участие в озеленении города, обращайтесь, пожалуйста. Если саженцев нет, то парковое хозяйство, вот там, где наметили территории, у нас очень много в городе обозначено территорий, которые хотим в этой весной озеленять, можете обращаться, саженцами обеспечим, ну, соответственно, парковое хозяйство у нас сопровождает все городские посадки, вот, пожалуйста, обращайтесь, будем рады. Ну, и территорию, например, вот на горе Самохвал подготавливают, так понимаю, заранее к посадкам, там и камни, и какие-то другие предметы убирают, это тоже в рамках двухмесячника будет проходить. Ну, это у нас в рамках посадочной кампании, да, вы верно заметили, Константин, что заранее готовится территория, то есть у нас там уже огромная площадь засажена соснами, да, замечательная такая территория, и сейчас это у нас добрая традиция, тоже по озеленению горы Самохвал, это наш зеленый пояс. И да, и для того, чтобы туда выйти, парковое хозяйство заранее, конечно, скашивает траву, чтобы не допускать там, не дай бог, чтобы какие-то палы были, для того, чтобы работала, допустим, техника или люди с инструментом, например, по скашиванию, конечно, территория такая, что имеются камни, и поэтому также проводятся субботники по сбору камней. В этом году у нас тоже выходили специалисты, коллеги наши из департамента градостроительства, я вот знаю, Архаград выходили, собирали камни на горе Самохвал. Ну вот, парковое хозяйство после этого снова запускают технику, выкашивают там, постоянно поддерживают. Сейчас уже вот в городе проведем основные посадки, там уже будут готовить ямы для саженцев. Ну и активно также начнем высаживать, засаживать гору Самохвал. Да, уже не первый год большие работы идут по озеленению, и только вот, я так понимаю, география расширяется у Зеленого пояса. Здесь, конечно, и Красные линии, даже и улица там Некрасова проходит, и другие объекты сюда попадают. И Рублево, и Кадышево у нас. У нас большие работы запланированы по улице Рублево. Все замечали, наверное, то есть тоже этот район сейчас активно благоустраивается. Улица Рублево не исключение, и вот там достаточно большая территория между дорогой, между проезжей частью и домами. И много было, ну то есть, как не пустырь она считается, но, в общем, просто зарастала она. И приходилось тратить большие ресурсы для того, чтобы скашивать траву там, ну и прочее, кто-то мусор где-то подкинет. В этом году мы прошли всю улицу, запланировали работы, то есть, часть будет высажена весной, часть будет высажена осенью. У нас там староста Ольга Александровна Глушякова, она тоже активно вовлекает людей в субботники, проходят у них различные эко-марафоны. В том числе, вот сейчас, на прошлой неделе, по-моему, они навели порядок, там собрали весь мусор, бумаги и прочее. Сейчас будут посадки у нас. На улице Рублево тоже запланированы посадки, достаточно большое количество будет высажено деревьев. Ну и вообще планируем в несколько рядов ее озеленять, ну вот на все протяженности. То есть, там у нас по одну сторону получается детская площадка, вот, дальше там, где еще пусто, будут, конечно, саженцы. И по противоположную сторону тоже обошли мы полностью всю улицу Рублева, спланировали, что будет высажено, в каких границах весной, в каких границах мы оставим на осень. Также активно у нас там развивается парк, так называемая Баранка. Тоже запланировано большое количество саженцев, на прилегающие к парку территории, там вдоль улицы Каждышева. Тоже уже все прошли, посмотрели. Ведь посадки, это же тоже не просто так. Нужно знать, какие коммуникации, чтобы не дай бог не повредить. Ну, то есть, чтобы все было согласовано, чтобы все было в рамках разумного, чтобы там где-то проходит лэб, где-то подземные какие-то инженерные коммуникации. То есть, все нужно предусмотреть. Лена Олеговна, спасибо вам огромное, что время нашли в своем рабочем графике, к нам в эфир прийти. У нас минутка остается, постепенно будем завершать нашу беседу. Очень интересно она получилась. Если не успели задать свой вопрос, то можно это сделать либо в комментариях на YouTube-канале Бакан24, под этим выпуском, когда мы его опубликуем. Ну и про другие соцсети не забывайте. В следующем часе у нас будет программа «Вовремя» традиционно. Алексей Иванович Криченко продолжит наш вечерний эфир. А в 20 часов, уважаемые зрители и слушатели, напомню, что в гостях появится Сергей Михайлович Сокол, депутат Госдумы. Можно будет ему задать вопрос по телефону 22-41-18. Можно писать и в мессенджер 8-983-190-00-24. И также можно через наши соцсети, которые указаны внизу экрана, задавать свои вопросы. Ну и не забывайте подписываться на все наши официальные аккаунты. Это программа «Константа». Далее уже программа «Вовремя» ну и дальнейшие расписания. Аккаунт. Аккаунт. Аккаунт.